Витаю всех вас, дорогие братья и сестры! Церковь Идвага починает свое служение, черговое служение, онлайн-служение. Дякую Богу, что Господь благословил, и сегодня мы имеем такую прекрасную нахоту. Мы можем разом с вами прославить нашего Господа и цей день, цей час, на это время, на этом месте. Сегодня у нас в служении участвуют Людмила Шуман, Польша, Мария Гуменюк, Ровно, Украина, Васильчук Ева Ровно, Астоп, Россия, Эра для Далик, Немеччина, Максимчук, Людмила, Оксана Рыдко, Солга Саражинска, Таня Долженкова, Фурманчук, Виталий Володешек и братья Ровно. И я, Санов Косян, Соединенные Штаты Америка. Вот такой расклад. А, я забыл подключить Адамович, ну, ничего, что поробишь, я даже не знаю, как подключить, может, еще не поздно. Не знаю, может, вдруг сейчас попробую на ходу и ей подключить, может, она, она же не спит, сейчас рано. Так что, мы рады за каждый из вас, дорогие братья и сестры, что Господь дал нам такую прекрасную сгоду, на ходу, мы можем в этой общении. Сегодня 18 мая. Для кого-то это, ну, день как день, а для кого-то это сегодня свято. Ровно 4 года назад мы нашего маленького Абрагама принесли на молитву. И Бог благословил, брат Миша, здороженный был, и брат Степан из Ямпила совершили молитву для нашего маленького Абрагама. Ручили Господню руки. И тот самый день был, так уж днем рождения брата Атома. Атома или Атома, ну, Атома. Это винна зять. Так что, мы витаем брата Атома. Хай Бог его благословит. До смудрости, присутствие Божьей его жизни. И Господь. Кажется, что никто не похитит с руки его, Божьей руки, местные друзья. Хай Бог благословит. Так что, мы витаем брата Атома. У меня вайберы тут нет, я их не могу, поэтому прошу братам и сестрам, через вайбер, через нашу группу «Видвагу» привитаты брата Атома с днем рождения. Хай Бог его благословит. Зараз они с зимой поехали проведать одного нашего друга Швейцарию. Ну, так у них поездка. Адамович не берет трубку. Мы звоним. О, нареште взяла Адамович трубку. Брата, сестра Вера Витаю, у нас прямая трансляция. Так что, будь ласка, если вы готовы слушать собрание, прошу. Я еду на appointment с Таечкой. Окей. И? Ну, моя задача вас подключить, а ваша задача решать. Або appointment, або собрание. Не, ну, я в машине уже еду на appointment, я знаю дело. Ну, значит, пока слухайте. Пока едете, слухайте. Сестру Таю, привет. Сестру Таю. Да, Марта, хорошо. Таечка вам тоже привет передает. Дякую. Собрание вас. О, витаю, сестра Тая. Витаю. Давно не бачились. Приезжайте. Кстати, я тоже в Америце, только в другом береге. А, окей, окей. Хорошо. Добрый. Добрый. Слухайте тогда Слово Божие. Значит, читаю 25 глава Матвея. Вот Иисус сказал такую притчу. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные взяли светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе с светильниками взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. Тогда встали все деви, те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовы, вошли с ним на брашный пир. И двери затворились. После прихода и прочие деви говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно, истинно говорю, не знаю вас. Итак, Господь скажет, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часу, который придет Син человеческий. Ибо Он поступит как человек, который отправляет в чужую страну, призвел свое рабочее. Это уже другую притчу, я не хочу говорить. То есть всю притчу мы с вами чули, знаем, и мы можем перерассказать это все дело. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание, дорогие друзья, на одну вещь. Одинаково 5-10 дев. То есть 10 девчат. Красивых, гарных, аккуратных, нежных, приятных. Ну и у них было одно отличие. Одни были разумны, а другие неразумны. Вот я не знаю, вы задумывались коли-нибудь, что значит, вот как отличать, в чем их разумность и неразумность выдрезнялась, отличилась. Я хочу найти одно местописание с вами прочитать, и мы с вами сразу поймем. Девица, апостол Павел пишет «Дефесян». Девица, скажем, 5 главы с 15 стихом. Слушайте. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. А что треба рубить, чтобы не быть неразумным, а быть и мудрым? Дорожите временем, потому что дни лукавы. Оказывается, у этих девчат, у них было одно различие. Одни были разумны, другие были неразумны. В чем неразумность заключилась? Одни дорожили временем, другие не дорожили. А как это проявляется? Так, сестра Вера, вы нас мешаете. Так, я выключу сестру Веру, потому что она выключила телефона. И теперь, дивица, у них была одинаковая возможность, так? У них был одинаковый шанс, одинаковые приглашения, что ли, там было. Но, а почему-то вот эти пятеры пришли в свое время, купили эту масло, заботились, они переживали. Знаете, это то самое, что... Вот я спрашиваю, брат Виталий, посажена ли картошка там в селе, да? Надо все рубить в свое время. Можно иметь картошку, на синюю все, и не садить. А осенью? И ты что-то искать там, а что ты там найдешь? Ты же ничего не садил. Откуда возьмется, если что-то не посажено? То же самое, знаете, эти девчата, у них было время. А что они делали? Вот сегодня у нас есть время, послухать Слово Божие, так? Одни вовремя подключились, одни не могли дождаться, коли подключиться, одни успели подключиться, но все равно некоторые нехтовали. Некоторым было, грубо говоря, я это слово иногда употребляю, ну, по вынуждению наплевать. То есть им не цикало это. У них есть свои более важные, более... Ну, извиня, в некоторых моментах можно сказать, что люди не до конца... Ну, бывают форс-мажоры, конечно. Бывают обставины, что не подключиться, там это и со мной бывает, и с каждым из нас может быть. Но я говорю другая сторона. Когда у нас есть возможность, вот у меня есть возможность, вот сегодня я говорю с сестрой, я думаю, что ночью будет у вас собрание, ну, онлайн. А потом она говорит через полтора часа, я говорю, о, да вы что, надо мне бегом идти, компьютер настроить. Я шукал программу, пока установил, я думаю, хорошо показывает, там все доброе, да? Я на телефоне не могу. Я всегда удивляюсь, как сестра Оля с телефоном разбирается. Я, конечно, ей учил, как пользоваться, а сам не могу пользоваться. Это вообще катастрофа. Ну, ладно. Рады, что хоть она камера не включается, а выключает через раз, но то все равно уже доброе, что она даже мало того, мало того, она даже отправляет эти... Я смотрю по скайпу, привет, они там фотки, красюнки, думаю, где она находит? Я не знаю, где их шукает по телефону? Ну, ладно, оставим сестру Олю. Спокойно, перейдем до наших дев. Ци девчата, слушайте, у них было время. Чего это? Время было, всем одинаково было. Эти, когда ходили в магазин, покупали, а ци ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, говорили там, беседовали, суетились, там всякие, глупостями занимались, там, я не знаю, может, здесь посидели, там общались, спелькувались, ну, то есть, с пустого порожного, называется, о том, о чем и ни о чем. Людина, не кто вот тем временем, апостол Павел говорит, дорожите временем, потому что дни лукавы, не будьте неразумны, но будьте мудры. А эти девять, пятеро, пятеро, почему-то пятеро, оставили все свои дела, они знали, что жених раптом может прийти, раптом может прийти, им надо быть готовы. А як ты будешь готовы, якщо ты не шевелишься, не встаешь даже с места, даже не делая себе, не знаю, чего. Людина должен быть готовы. Как я уже сказал, сегодня, как некоторые из вас, из нас старались, пришли вовремя, подключились, там, срубили все необходимое, а некоторые все равно, когда смотришь список, богатых еще немало. Некоторые, за Галиной подключаются, некоторым байдуже, некоторые, ладно, там, все равно, брата сану, немало, там, как будто, брата сану, собрание ходят. То есть, есть различия, мотивы, и тут, видри, знаете, для нашей мудрости, для нашей, будь разумным, или неразумным. Тут два категория, другого нет. Если мы сегодня, недорожим времени, друзья, у нас категория неразумных, как бы мы себя ни назвали, даже в будущем образовании, мы являемся неразумными. Если мы время вовремя не выкористовываем, если не делаем свое время, свое дело, если мы отложим, что это потом, это колес, это якос, это не получится, мы просто потерпим урон. И это не угодно Господу. И поэтому Господь говорит, пример привел этих десяти дней, и черным на белом скажи, и так бодрствуйте. Иисус поэтожен, да, поэтожен, говорит, и так бодрствуйте, потому что вы не знаете, какой час придет Господь. Это там наше место. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часу, который придет в Син Человеческий. Вот бодрствовать нам надо будет всегда на чеку, всегда будет внимательно в Писании, в Слове. Готов ли я, Господи, сегодня встретиться с Тобой? Господи, поможи мне, ты знаешь мои недолики, ты знаешь мое состояние, ты знаешь мои думки, мою жизнь в Твоих руках, Господи, напомни мне, нагадай мне, подскажи мне, Господь, научи мне, наставляй мне, Боже, я хочу, я хочу встретиться с Тобой. Не то, что, как там казалось, один человек спросил, а что вы делали, если, знаете, что через час придет Господь? Один говорит, я пойду попрошу прощения там у какого-то человека. Другой сказал, я сделаю то, то, то. И третий сказал, я пойду туда, я пойду сюда. И когда одному человеку в спитале, а ты что будешь делать? Он сказал, а я себе спокойно ляжу спать, и все, я еще, то, что я сделал, я уже сделал. Я живу, мне не надо ничего поправить, а что мне, уже надо, наши жизни, уже мы должны поправить, уже мы должны пересмотреть свое положение, состояние. Нам нема часу, потом. Мы не будем знать время. Як бы мы знали бы время, люди сегодня в мире хаос. Что хочешь, вышваряли бы, что хочешь бы, зрубили бы, там, а последствия, беда, проблема, а перед смертью, Боже, расти. Ну, так не проходит. Господь хочет, чтобы мы зажды бодрствовали, мы рубили свое время, все дела свои. Если можно, что можно с нашей стороны. Старались, с кем надо примириться, с кем надо пообщаться, с кем надо рубить те справы, которые мы можем. Бог от нас не будет требовать, Он не придет сказать, почему ты не делал то и то и то, почему ты не купил церкву на 300-200 тысяч еще там. Бог знает, что у меня таких грошей нет, а у чего он не будет требовать. А у кого есть, он у него может не требовать, сказать, я тебе дал столько грошей, а там церковь нуждался, а ты даже 10 гривен не давал и тому подобное. Поэтому, знаете, это очень важно, все рубите свое время, не жалеть. люди хотели, потом приходит час такой, хочет они что-то делать великое, у них уже нет ни возможностей и ни шансов. Все, нема, ничего. Поэтому нам надо рубить все свое время. Эти пять девушек, они легко вожили, они зложивали это время, которое у них было. У них было достаточно время. Не скажешь, что, ну знаешь, масла не было, там очередь, люди грызлись, убивались и они успели. Нет, масло было свободно. Они пошли, себе купили, пришли, ну уже поздно. А что ты раньше не ходил? Что ты раньше не ходил? Что ты сидела? Что ты занималась непонятно чем? Люди, вы знаете, если не ценят в то время, Библию называют неразумным. Неразумным. Мы можем оказаться, мы должны делать вовремя свое дело. То, что мы делаем, мы должны делать вовремя. свое время. И мы будем среди мудрых. И Господь нас будет благословить. И мы будем чувствовать Божье присутствие. И Бог нас не будет обижен, ну, мы будем обижены от Бога. Что, почему Бог то не робит, то Бог робит. Бог нам дал время, Бог нас не торопил, Бог нам только дал разумение. Соно, Иван, Василий Петров, вот, вот твое время, ты должен этого делать и то, и другое. И впоследствии Господь благословляет тех послушных. Тогда, написано, пришел жених, и когда мы будем готовы, будем веконовать волю Божию, будем с Господом, придет жених, придет обязательно, церковь, невеста Господня, обязательно он заберет. А те, которые думали, сегодня, завтра, потом, якос, слухай, это просто будет катастрофа, это будет, ну, не знаю, неудача, это будет поражение, поразка, я не знаю, как все назвать. Поэтому, дорогие братья и сестры, еще раз, дуже рады бачить и кожных из вас, которые сегодня присутны, хай вас Бог благословит, хай Бог нам да поможет, даст мудрости, в разумении, чтобы мы стремались до Господа, чтобы мы ценили то время, которое мы маем, поймите, это время, от Бога подарок, подарунок, такое-то маем определенное время, разное время, у нас разное время, ну, для нас, особенно, время есть, для каждого из нас, что мы все зробили, чтобы, когда мы пришли, нам не сказали, отойдите, я не знаю вас, хай всех нас да поможет, Господь, зараз, кто как может, мы взываем нашего Господа, просто, не хочу долго говорить, братья, сестры, думаю, богатые, думаю, сестры есть, которые мают свечить, спевать, и вообще рассказать, походу, может, все-таки, дешево придется, скажу, скажем, зараз, у кого есть возможность, схиляем свои колени, у кого не мая, ой, 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 тут под диван не лазит нога, вот так. Слава, не лекитура, ватри, изгенца, салатара, маратки, слава и слава Тебе, Господи, Господи, не знаю, сейчас люди утомляются, святятся, Господи, увлекаются, Бог, да не пусть, Господи, правильно поступати, Боже, правильно динти, Господи, дай нас, Господи, прослежи, Бог, муты, Бог. Ты великий Господь, Господи, 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 надежда на Тебе. Покладай, мол, здорово. Их пала, Тобе подяга. За Твою щедро. Господи, покой нас. Благодарю за это служение, Господи. Дякую за это служение, Господи. Что проводите это служение. Какие это служение, Господи. Спасибо, Господи. Хай имя Твоего будет возразличено. Благословить служение дали. И будь с нами подвешен Бог. Аминь. Добрые друзья, мы сейчас дякуем Богу, благодарим, что Господь благословил нас, благословил нашим спрятуванием. Ну, единственное, что я скажу, может, кто знает, кто не знает, сегодня 18-е, так, да. Сегодня я был в звездной конференции ХВЕ Украины, Церкви Христиан-Беременской Украины, и старшим епископом обрано Анатолий Козачок. Значит, Анатолий Козачок, это был пастор церкви Филадельфии, зараз он является замест Михаила Степановича, старшим просвятером церкви ХВЕ Украины. Это такая новина, которую кто знал, кто не знал, но, по крайней мере, я хотел вас поведомить им. Добрый, продолжаем наше служение, друзья, хай вас Бог благословит. У кого есть чем поделиться, да поможет вам Бог. Прошу. Я начитаю стих. Я в руках всемогущего Бога, Разве стоит чего-то бояться, Когда придет на сердце тревога, Он с тобой, ты лишь, не впечатляйся, Он с тобой, когда трудность приходишь, Он с тобой каждый миг, каждый час, Он с тобой, когда слезы роняешь, Он с тобой не оставит тебя. Сколько раз приходил ты бурю, Он всегда с тобой наблюдал, И казалось уж, что нет силы, Он обильно тогда подавал. Разве это не так, неужели молчал Он, Неужели закрыл Он глаза от тебя, И не думал ты так, за собой наблюдая, Видел Он твою боль, видел Он, когда страх, Знал о том, что тебе на дороге есть трудно, На дороге есть трудно, И помочь так хотел, только ты убегал, А сегодня опять подает тебе руку, Ибо видишь, что ты очень сильно устал, Ибо видишь, что ты истумленный, как путник, И в немогающей бессильности нет запаса воды, И так хочет тебя напомнить в это время, Ведь Он знает про боль, что скрываешь внутри, Что порою ночами даже глаз не смокнешь, Унываешь, тоскуешь, говоришь, где же Бог, А Он здесь, Он зовет, открывает сердце храм, Он войдет, Он туда, удалит язву сам, Удалит то, что томит, как душу твою, Сорняки все они, сорняки все он вырвает, Обкопает ее, и тогда потечет, как живая вода, Убилить лучше с легами, это и вот ты, дитя, Ты в руках Иисуса, как же любить тебя, И грехи все твои Он прощает, Только больно Ему, так что много людей, На дорогу иные уступают, Не садя твердоноги, не считается вера, По забитым словам на Святом Писании, То, что дружба из мира есть, Вражда против Бога, А куда заведет нас такая дорога, Но сегодня Господь говорит так, невестки, Я хочу, чтобы ты была в одежде, Ты чистой, Одеянием приличным, Чтобы было у вас, В многом враг затуманил сегодня глаза, Говорят, что смотрю, я лишь только на сердце, Так зачем же написано, что прилично одеться, Украшать, чтобы себя делами благим, Вы прощите об этом, не будьте слепыми, Наставляйте детей, пока малы они, Когда вырастут все, Не зайдут из пути, Приведите ко мне, Не скажите их дома, Приведите ко мне, Не скажите, Не сажайте их дома, Ибо сразу таких, Ты поверь, как ребенок, Я вас сильно люблю, Потому и прощаю, Хоть порой опять ты меня распинаешь, Но ты слышишь, невеста, Так люблю я тебя, Отвори свое сердце, Дай войти мне туда, Говоришь, как открыть, Так послушай слова, Ты лишь только скажи, Боже мой, помоги, Не могу я сама свое сердце открыть, Без тебя очень больно на земле это жить, Ты не думал о том, Как посмотрят другие, Я хочу видеть искренню, Чтоб она загорелась, Ступать сейчас на резницах слеза, Я услышал тебя, Я коснулся тебя, На собрании в этом открыта река, И ты чувствуешь, Это невеста моя, Так приди, И возьми эту воду, Чтоб жить, Ее даром даю, Знаю, Жажешь ты пить, Истомленная жизнью, Ты так хочешь ко мне, В небесах все говорю, Не готова листы, Потрудись, потерпи, Я всегда есть с тобой, Еще время придет, И вернешься домой, Я утром твои слезы свою рукою, Для меня ты бесценный, Каждый из вас дорогой, Это время уже очень близко теперь, Приготовься, прошу, Судный близится день, Сей я скоро гряду, И возьмите мое, Чтобы воздать каждому по делам его, Я есть первый, Последнее начало, конец, Приготовься, Пока встречусь, Твой небесный отец, Аминь. Отчего одиноко воркуешь, Голубица в ущелье скалы, О небесной отчизне тоскуешь, Унывая в полночной тиши, Голубица моя, Голубица моя, Для тебя песня тратная есть, Над тобою простерта десница, Охраняя печальную здесь, Истомленная тяжкою зноя, И гони мою бурею злой, Знаю, хочешь свободы, покоя, Знаю, хочешь на небо домой, Голубица моя, Голубица моя, За тобой я скоро приду, Если будешь терпеть и молиться, Я в обитель тебя приведу, Я купил тебя тяжкой ценою, Позабыть я тебя не смогу, Хоть ты плачешь, томишься порою, Но я сам твои слезы утру, Голубица моя, Голубица моя, Ты гони моя бурею злой, Безутешная скорбная птица, Я уж скоро приду за тобой, Не печалься, настанет то время, Когда кончатся скорбные дни, Я сниму с тебя тяжкое время, Осушу я ресницы твои, Голубица моя, Голубица моя, За тобою я скоро приду, Не печалься, моя голубица, Я в обитель тебя приведу, Аминь, слава Богу. Пожалуйста, кто дай, Останний час, А час вже близкий, Чуем знову, Не раз, не два, А звичні вже слова, Спокійно вирушаємо в дорогу, Бо скільки часу, Ще ніхто не зна, Життя в морі знову потопаєм, І хвилі бур виводять сили знову, І в суету земну ми поринаєм, А де в цей час до Бога в нас? Вкручайте мікрофон, сістра, Сьогодні, а турбуєшся про завтра, І часто оглядаєшся назад, Не варто згадувати гріховне рабство, Бо вільний ти, Тепер будь божий раб, Куда спішиш, Що хочеш ти зробити, Які у серці, Малії і думки, І як живеш, Кому хочеш служити, Любов до Бога, Плачок, Теплідки, Поглянь у себе, І скажи, що бачиш, Ти поміркуй про Господа, Любов, Усе він бачить, І коли ти плачеш, В найважчий час, Він буде поруч знову, Борись тоді, Коли немає сили, Коли спіткнувся, Треба встати знову, Розчарування, Більш, Гурба утома, Та йди вперед, Приймаючи любов, Будь досконалий, Іншого немає, Ти не шукай, Ніколи не знайдеш, Бо краще, Господа, Тебе ніхто не знає, Чому Ісуса в серце не приймеш, Не будь байдужим, Слухай серце своє, Пусти Ісуса в ньому царювати, Зміни життя, І наповнишся спокоєм, І з Богом будеш міцнутися, Поглянь навколо, Зупинись, Побачиш, Все навкруги, Дочасне і земне, Для когось, може, Ти нічого не значиш, Проте найбільше любить Бог тебе. Сьогодні, зараз, Просто і щиро, Скажи Ісусу скільки слів, Що хочеш ти прощення і миру, Що хочеш ти в небесний дім. Чекає він ще довго і безупинно, Та не спізнись до прикладу його, Прийди тепер, І будеш неодмінно, Прошення мати, Господа свого. Не падай духом і йди вперед, Хоч тяжкий шлях, що йдеш, В моментах тяжких у житті, Силу Бозі ти знайдеш, Ти знаєш днів в житті моїм, Думки всі знаєш ти, Молитви я до тебе йду, Бо поміч тільки ти, Молитви я до тебе йду, Бо поміч тільки ти, Бридані серця і туги, До тебе, Боже, йду, Почу і знаю ти мене, В тобі я все знайду, До тебе я, мій Боже, йду, Потіж мене в журбі, Я сил не маю далі йти, Підтримай в боротьбі, Якщо є вина, Боже, мій, Ти гріх мій покажи, Для тебе жити хочу я, Ворні ти підтримай, Прости, мій гріх, Молю тебе, Від тебе сили жду, Мене в обійниці візьми, До тебе я йду, Прости, мій гріх, Молю тебе, Від тебе сили жду, Мене в обійниці візьми, До тебе я йду, Слава Богу, Слава Богу, Брат Алексей, Че ти тут надзелав, Що тут нічого не понятно, Час не пойму, Що зробилося, О, Від ти що-то вроде как, Відрубилося, А хто тут зробило такі? О, о, Тепе нормально, Пожалуйста, Що далі? Пожалуйста, Його є Богу, Божьей благодати? Что, нечего сказать сердцам, освобожденным от проклятий? А может, исцеленных нет, прощенных, поднятых, упавших? Я дал вам жизнь, я дал вам свет от тьмы неверия страдавших. Такой ли буду говорить к сердцам с закрытым суетой? Ты обещала мне служить, когда вошла в завет со мной. Я есть любовь. Мой Дух Святой желает говорить с тобою. Скорей заправь светильник свой и дорожи моей любовью. Смотри, невеста, хитрый враг отравленные стрелы точит, чтоб ты все делала не так, как заповедовал нам отче. Враг знает слабости твои, вонзает вплоть твою усталость, ночами заменяет дни, печалью заменяет радость. Но я, Господь, есть Бог живой, жених, хранящий голубицу. Я простираю над тобой свою могучую десницу, ибо я слышу песни любви, благодарения и чести. То девы мудрые мои с огнем в сердцах в священном месте стоят, колени преклонивши, и не жалеют сил своих. Как мало веру сохранивших, но много Божьей силы в них. Не разделите, что создал я, но плевелы развею ветром. Невеста верная моя не станет пылью, прахом, пеплом. Блаженны избранные мной, я приближенных сохраняю, питаю хлебом и водой, животворящей напаяю. Я есть начало всех начал, и устроитель жизни новой. Так Дух Господень возвещал через раба в церкви Христовой. Аминь. Слово. Люблю, Господь, твой дом, чертог любви твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю предвечный Бог, я церковь твой алмаз. Ты как зрачок лучистый глаз, хранишь ее порог. Ты как зрачок лучистый глаз, хранишь ее порог. А в церкви дорогой собрание душ святых Взываю сердцем и душой Всегда в мольбах своих Взываю сердцем и душой Всегда в мольбах своих Я рад иметь всегда Общение духа с ней Нести все тяжести труда И кресть ее скорбей Нести все тяжести труда И кресть ее скорбей Я знаю, разделю С ней славу я твою С ней буду петь я пред тобой Спасенную душой С ней буду петь я пред тобой Спасенную душой Слава Господу! Да, слава Господу! Пожалуйста, кто еще? Слава Богу! У нас сьогодні Вознесение Иисуса Христа святкой То я вірш таки прочитаю Вознесение Переможця небо зустричало У небесне місто входив Він Небо все в красі Його вітало Відчиняло брами перед Ним Урочиста і радісна хвилина Хор небесний пісню заспівав Там отець небесний свого сина В тій красі небесній зустрічав Той, хто був заколений за грішний І на ругу від людей прийняв Місце славне в тих оселях вічних На престолі Божому зайняв Через смерть Його і воскресіння Через віру і щирі каяття Нам відкрились двери до спасіння Повернулось трачене життя І ми вірим День не за горами Після горя і земних спокус Всі спасенні чистими серцями Піднімуться в небо, як Ісус Там отець нас буде зустрічати Там він ціни тлінні нам дадуть І по віки будуть царувати Ті, хто славу неба увійдуть Амінь Попробую заспівати Бог Залишаю вам смій мир Так сказав спаситель Перед тим, як перейти Вічну славу жити І хай не тривожиться Серце ваше і душа І хай не лякається Твердо учням він сказав І хай не тривожиться Серце ваше і душа І хай не лякається Твердо учням він сказав Як явив мені любов Мій отець небесний Полюбив вас і прийшов Я важкий шлях хресний Якщо любити мене Бережиться від тьмі І як самого себе Ближнього любіть ви Так він друзів Молився Бережи від усіх стихів Мір свій залишаю вам Так сказав спаситель Ви усі мої слова Пам'ятайте і вірте Мір святий свій нам дає Наш Месія любий Божий мир в серцях живе З нами є усюди Мір святий свій дає Наш Месія любий Божий мир в серцях живе Божий мир в серцях живе І єство все моє Наповняється духом святим Водночас можу плакати І як дитина радіти І для тебе подяку У щирій молитві нести Ти приходиш І серце любов'ю стає Враз багате І не мов у посудину Щедро вливаєш свій дар І здається Тоді увесь світ Я змогла б обійняти Всіх прощати І любити Як ти в своїм слові сказав Ти втішаєш Господь У скорботах І переживаннях Так як батько Ведеш крізь спокуси У небо святе Часом важко буває Прийняти Твоє покарання Але цим Ти всвідкуєш Що любиш Безмірно мене Ти приходиш Мій Боже Та часом не так Все буває У щоденних Турботах Не бачу Твій образ святий І коли я за тілом живу Дух в мені знемагає Хрест Щоданий тобою Так важко Тоді вже нести Коли довго Господь Я з тобою Не маю єднання Ти приходиш У бурях життєвих Палаючи йому вогні І відчувши Твій дотик До тебе Біжу Спокаянням Ой Як добре Господь Що приймаєш В обійми Свої А з обіймів А з обіймів Твоїх Вже ніхто не спроможний Забрати Бо за душу мою Ти велику ціну заплатив Поможи мені Господи Завжди В тобі Пробувати І бути вдячній За те Що Провини мої Ти простив Ти приходь Боже Мій Я чекаю Тієї хвилини Коли Дух Твій Святий Наповнятиме Душу мою І почую Твій голос Не бійсь Я з тобою Дитину Крізь Спокуси Життєві До неба Тебе доведу Ой Як легко Тоді знов іти По стежині Вузенький Коли навіть Спіткнусь Ти з любов'ю Мене Підіймеш Хай в устане Мовчать І співає Для тебе Серденько І чекає Душа Коли Царство До себе Візьмеш Слава Богу Да Пожалуйста Що Сестра Оля Вірш Как редко Ми встречаємо Средь людей Ідущих Рядом Той же дорогой Тех самих Верних Преданних друзей Як і любов Дающеся нам Богом Пусть мало їх Но як вони важні За них ти сердце рвеш своє на части Ты им доверить можеш Все мечты І сам в судьбі друзей Принять участье Вони в душе Такіе же как ти Такой же смысл Їх Жизненных стремлений І взятие Такой же высоты І взгляд на жизнь І глупь мировоззрений Вони 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 Бог не оставит тебя одинокого, если к нему ты прибегни с мольбой. Бог не оставит тебя одинокого, если к нему ты прибегни с мольбой. Если ты будешь доволен судьбою, счастье польется широкой рекой. Все же молись, дверь закрыл за собою, Бог неизменно прибудет с тобой. Все же молись, дверь закрыл за собою, Бог неизменно прибудет с тобой. Если ты силен, молись за остывших, вспомни, когда ты счастлив от других, близких, далеких, о Боге забывших. Встань на колени, молись и о них, близких, далеких, о Боге забывших. Встань на колени, молись и о них. Сила молитвы несет утешенье, сила молитвы победы залог. Если к нему вознесешь ты моленье, верь, что на помощь придет к тебе Бог. Слава Богу! Он может неожиданно прийти, тот миг, когда его совсем не ждешь, Когда обиды грыбую в груди, когда во тьме злословия живешь. Он может вновь застать тебя врасполох и висеть в безбоженственных весах. Проверясь слышал ли его около, горит ли свет его любви в глаза. Он может неожиданно прийти, средня, когда тумишься в осуждении, Когда не хочешь время ближнего нести, когда кричишь, бросаешь оскорбление, Когда приходишь равнодушно мимо тех, кому нужны и помощь, и участие, Когда ты ищешь лишь плоских утех и взрываешься в сердцах сладосредствия. Он может неожиданно прийти, в отмены ночной огнем своим коснуться, Чтоб поднять, молитву небо увезти. Но вот вопрос, захочешь ли проснуться ни дня, ни часа знать, Нам не дано, не наше дело, время и сроки, Чтоб все больше сила набирает зло, Чтоб преобладать греховные уроки, Чтоб оболстить в мир сердцах укорить, Наполнить душу грязью и злобою, Чтоб помочь спасенному упасть, Разрушить основание под ногой, Хранить тебя спасительно завещал. Он и от идолов, от нечистот, разврата, Он помощь высшей искушенных обещал, И наставлял жить среди мира святого. Он может неожиданно прийти, Для каждого из нас до восхищения, Проверить, чем сердца наши полны, Своё ли в них увидит отражение, Готовы мы пристать на суд Христов, Ответить, как приходом испытания, Живёт в сердцах прощения и любовь, А может, там сомнения и отчаяния, А может, держать в крепких узах страх, За будучи свою пленив, Сознание и ропот, Недовольство на устах, Самодовольство, самолюбование, Он может неожиданно прийти. Найдёт ли веру, Преданность в сердцах, Найдёт ли в нас Его любви плоды, Чтоб мы, когда мы будем, Уже на весах. Аминь. Я спою «Люблю Господь» Пойду на немецком. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пожалуйста Прочитаю стихотворение последнее Вы читайте Библию душой Не спешите с этим важным чтением Чтоб скорее прочесть ее за год Не всегда усердие и рвенье Пользу в такой спешке принесет Вы стараетесь сердцем проникаться В смысл глубокий Богом данных строк Принимать все верой И стараться Для себя из них извлечь Урок Не ищите в ней противоречий Разумом не в силах все понять Это тоже тогда Мы на плечи непосильный Груз желаем взять Вы читайте Библию С молитвой Ее автор вас благословит Это труд И это тоже битва Враг и тут не дремлет и не спит С пользой для души ее читайте Чтоб к ней тянуло и влекло Душу словом Божьим наполняйте Чтобы слово это проросло Только не спешите И с усердием Каждый день старайтесь что-то взять Важно есть чтение И с рвеньем Библию старайтесь Применять Вдумчиво читайте Размышляйте Над прочитанным в течение дня Слово Божье с жадностью глотайте Сохраняя в глубине себя И живите им И им дышите В жизни нет важнее Божьих слов На людей безбожных не смотрите Помогите им принять Творца любовь Оставляйте все свои заботы Отодвиньте суету и лень Библию читайте высохотой Библией живите каждый день Важно в жизни быть христианином Так же важно с миром не дружить Быть для Бога дочерью Иль сыном Но важней по Библии нам жить Библия живите Швентему Богу дай чешць Дженгчин он в сердцах шпевай пешць Йезу за сына свего Бог даровал нам Швентему Богу дай чешць Дженгчин он в сердцах шпевай пешць Йезуса сына свего Бог даровал нам В ним слабым осным стае сен Бедный нехай визнаже Богатым езг же шискодав нам Хвала Тебе наш Господь Хвала Тебе Бог Святой Хвала Тебе Бог Святой Хвала за Иисуса Сына твоего Теперь слабый скажет я силен Бедный скажет я богат Благодаря тому что Бог нам дал Хвала Тебе слабый скажет я силен Бедный скажет я богат Благодаря тому что Бог нам дал Хвала 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 Хв Слава Богу, браты и сёстры, брат Володя, церковь из двора. Стихотерение. Это Бога не любить. Не гладьте грех по голове, не грейте в сердце никогда. Не вышивайте по конве, которую вам дьявол даст. Не посчитайте грех зерном. Не пробуйте с грехом играть. Не пропускайте грех в окно. Дверь до греха не открывать. Не верьте, грех обманет вас. Не слушайте его речей. И за грехом не лезьте в грязь. В болоте утопать зачем? Не ставьте грех на пенестал. Не начинайте с ним шутить. Не думайте, что добрым стал грех. Это Бога не любить. Аминь. Кто еще будет? Кое-что желание. Алексей, ты же хотел, брат? Аминь. Все життя шукавши, не находишь правды. Не находишь миру, світла і безсмертня. Все життя листління, без кінечні справи. Підсихають сльози, але все ж не спертні. Серце твоє стало, мов холодний камінь. Хоча часом рветься від не до тепла. Але не зі грех є світ своїм обманом. Бо нема неправди, що допомогла б. Не йди крізь терний до зірок несправжніх. Не копай глибоко, де нема води. І не пий отрути із джерел порожніх. Не шукай пустому змісту і краси. Все життя шукавши, невже не помитиш. Це як близько правда поруч тебе є. І вона не схожа до несправсті квітів. Правда милосердям і вічністю цвіте. Правда – це дорога і відкриті двері. Це зоря досвітня в ранішній красі. Очищає серце, підійма з постелі. Правда Боже царство у людській душі. Правда на голгофі сколихнула все світ. Правда як людина до людей прийшла. Правда – повна щастя і квітучих весен. Правда – повна миру, радості і тепла. У вінку Терновім правда помирала, І всесильні руки свяхи прийняли. Але Божа правда сління не зазнала, Тільки своє серце, ти її в пусті. Слава Богу! Да, слава Богу! Ну, пожалуй, Торексій. Ваш неслышно і не видно. Брат Алисеєв, будьте этого говорити. Вас неслышно і не видно. Хорошо, що Марія, ви хочете що-то сказати? Я не знаю. Ну, я теж не включу на вас микрофон, я думаю, ви хочете що-то сказати. Время йдет. Я не знаю, до мене десь дзвонили, я поділася десь. А, ну, хорошо, туди. Я не знаю, час Алексей зашов. Алисеєв, ви готові? Я не слышно, а видать, да? Я видно і слышно, слава Богу. Слава Богу, у мене тут на компьютере целая проблема. Буває. Ничего не работает, тут какой-то телефон, через телефон. Що треба, брат? Я не знаю, що треба. Ти ж хотів говорити що-то. Ну, хотів. Браті і сістрі, я вас всіх приветствую іменемо Ісуса Христа. Ви помніте то, що во вторник я говорив Слово Божие, да? І тут такі обстоятельства теж сложились. Це мене було, треба було срочно це прекратити, ну, говорить Слово Божие. Ну, коли вечером ми почали молитися, і Господь нещо показав мені. Це Аввакума, Аввакума, вот це, 2-я глава, тут написано. Я відвичав мені Господь і сказав, «Запиши видіння і начертай на скрижалях». На скрижалях, щоб я, читаючий, ясно мог понимать. Вот такое Слово. Я хочу просто добавити це, що Господь показав, вот в цьому Слові, яке написано, що ми, ми, живіші на цій землі, да, читаючий Слово Божие, ми завжди должны просити у Господа, щоб Господь запечатлевав Слово. Тоді було на скрижалях, сьогодні скрижали нашого сердця, щоб ми це розуміли. Ми, якщо це просити не будемо у Господа, да, то Слово Божие буде просто уходити. І ось цей день, якесь прям, якесь прям искушення. Нічого не роботи, все ломається. І ось, благодаря Господу, що так Господь дал, що ми маємо це общення, і Слово Божие говорить нам ясно. Ясно говорить нам в наших сердцах, Духом Святим. І це ми маємо знати і просити у Господа, ібо все от Господа. Ось це слово таке було от Господа, щоб ми це розуміли, що слово, яке нам Господь говорить в наших сердцах, оно говорить ясно нам, понятно говорить. І ми маємо до цього прилагати, братья і сістри, усердие к Слову Божьому, читати його, і слушати його, і просити у Господу відкривенья через Слово Божие. Тому що написано, що в останнє час кожен буде научен Богом. І ми маємо до цього прилагати усилия. Не так, як інші говорять, ну, ну, якщо там нужно, якщо не так, пошел в церковь, як сьогодні говорять. Ну, я просто прихожу в церковь так, прихожу, щоб, ну, послушати і все. Ні, не так. Ми, коли приходимо на це місце, де ми збирається народ Божий, ми повинні завжди молитися друг за друга. Дуже за проповедуючих, ті, які будуть говорити Слово Божие, за них треба молитися. Да, за нас треба молитися. Тому що Господь знає Слово, як який хлеб дати народу. Якщо ми це робити не будемо, і не будемо просити Господа, то у нас не буде ніякого результату. Не то, що там за кого-то ми будемо молитися, а за себе. І за кого-то, коли в Слові Божьому хто пребуває і знаходиться. Дуже за благовестие, за благовестие кому-то говорить за Господа, чи йти в інші місце, розпространять літературу, і Евангелие, за це тоже треба молитися. Написано в Писані, що ми без Господа нічого не можемо делать. І так і ныне. Якщо ми прилагаємо усилия, просимо у Господа, тому що без Господа нічого не відбувається, ми можемо читати. Я такий маленький свидетельств скажу, коли я був неверующий, то я несколько раз, раза два, ну три максимум, наверное, брав Библию в руки. Да, я був неверующий совершенно, мене ніхто не научило, що треба було призвати ім'я Господа. Я її открываю, Библию, читаю по-русски, нічого не понимаю, і закриваю її. Вот так і це. І ныне ми должны також призвати ім'я Господа, щоб це Слово Божие, яке Господь запечатлеває в нашому серці, в нас внутрі, щоб оно нас учило, говорило ясно. Ясно, щоб не було от цих разных отклонений і тому, чому такого подобного. Слово Божие укрепляє і благословляє, ібо Слово Божие – це бальзам для нашого исцелення. Помніте, Христос сказав ученикам, «Ви очищены через Слово Моє». Це не просто Слово, це не просто Буква, це Дух і Жизнь. Так написано Писання. І ми будемо просити Господа, умовляться перед Господом, щоб Господь Духом Святим через Слово Своє нас учил. Господь да благословець всіх. Аминь. Аминь. Слава Богу. Честра Таня Должникова, ви что-то хотіли включити? Слава Богу. Просилу Слова. Прочитаю Вирш. Слова, що з уст щоденно вилітають у бесідах із іншими людьми, велику значимість вони всі мають. Давайте порозуміємо ми. Людину словом можна звеселити, збадьорити її в тяжкий момент, печаль сердечну навпіл розділити або ж сказати гарний комплімент. Словами можна болю і мук завдати, образити і рани нанести. Ми можемо ними вправно будувати незлагоди і розбрату мости. Буває і слово, закинжал гостріше, глибоко в серці слід від нього є. І з кожним днем комусь усе сильніше душевних мук страждання завдає. А інколи воно бальзам цілющий, лікує рани для душі, для душі єлей, як промінь сонця теплий, невсипущий, що просвітляє вмить серця людей. Словами можна строго засудити, і виправдати ними можна теж. Комусь надію і любов вселити, глибоку віру, почуття без меж. Коли людина гнівається, злиться, які слова течуть із її уст. Після таких слів не їсться і не спиться, напевно дуже довгий час комусь. Велика сила криється у слові, добро чи зло з керниці серця б'є. І в кожній нашій бесіді, розмові важливу роль воно відіграє. Нехай ласкавим буде слово ваше, Павло Апостол так в листі писав, хай сіль відчутна в ньому буде завжди, щоб мудро кожний з вас відповідав. Слова важливо сіллю приправляти, бо їм назад немає вороття, а сіль – то мир. Собі його тримати постійно, повсякденно, все життя. Бо за пусті слова відповідати прийдеться нам на Божому суді. За кожне звіт потрібно Богу дати. О, що ми зможемо сказати тоді? Слава Богу! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! По милости Божьей! І будемо молити за нужды, за наші проблеми, які у нас в цьому житті є, які у нас у кожного є. Тому що ми в таке час у кожного є. Дякую за що просити, за що молитися, за больних, за мир на земле, що був мир по всьому миру, особливо, що був мир в церквях, в семьях, в групах. Сьогодні ми багато вже слухали, багато там Духом Святим було сказано, через слово, через святворення, через пення. Це все для нас. Сьогодні дійсно напоминалося нам, братцю, але напоминало нам про есті в делах. Можуть, кажуть, себе пример этот взяти, на якій із пяти я нахожусь. Или на разумних, і неразумних. Действічно, цього ж брату сказав істину. Ми сюди, чи в церкву, не приходимо для саної, для ерота, а ми приходимо, щоб нам іметь цю життя вечностю, іскати, щоб ми мали цю життя вечностю, щоб ми приносили плоди для Господа. Вот це. Тому що пастор, чи ерот, чи цяно, будуть давати все за себе. І ви теж будете давати все за себе. Тому що Бог, знаєте, видит все. Видит, яким намерением ми ходимо в церкву, яким намерением ми ходимо в групах. Вон, він все видит. Він все записує в нашу книгу жизни. І сьогодні теж багато Богом, Духом Святим, було сказано в нашому серці. Хто бодрствував, хто стояв на страже серцем, він запасався себе маслом, а хто не. Хто не. Хто, як написано, це пяти неразумні, коли для них він даже задремав, і там все уснули, ой, задремав, извиняюсь, не спешив прийти, і все задремали, уснули, уснули, і пяти разумні, і пяти неразумні. А коли роздався крик, що жених йде, все встали. А ці пяти, які були готові, вони поправили тільки святильники свої, і пошли за женихом. А ті, які не готові були, ці пяти, що вони робили? Суятили, збіжали, искали, просили у ті пяти, щоб продали своє масло, дали. Так? І ось так, як і сьогодні, сьогодні я пришла, Господь може в будь-яке прийти, в будь-яку секунду. Даже в Откровенні напоминається нам 16-й главе, 15-й стих, де Іоанн говорит, «Все йду, как так, блажен бодрость і храняшся деже свої, щоб не ходити йому нагим, і щоб не видели сарамоти його». Здесь нам теж очень ясно, она про Динатия, що вони теж з'явилися, як Дух Святой мене говорив, що я ж не знав, що братсь, він зайдет, і я теж приготував месописання про Десять Дева. Ну, якось так получилось, що брат говорив, я ще йду, я ще йду, год, подійшов дальше, і мені так відкрите було відкривання 16-й главі, 15-й стих. Пусть Бог поможе, щоб нам бодрствують, не теж в групах, чи в церкві, а везде, і устами, і умом, і разумом, і він говорить, я йду, як так, Действительно, він придет як так, Действительно, він може і ночі прийти, він може днём прийти, він може, коли ми в дорогі, і де ми будемо знаходиться, а в цей цей вопрос, готовий ли я встретитися з Господом в любое время? І то він говорить, бодрствую і хранясь, що держи свою. І так же, що ми читаємо відкривання, воно тоже у Матвія, 24-та глава, він здесь тоже напоминає нам, 24-та глава, здесь такие слова стоят, 24-та глава, 42-го стиха і ниже. «Итак, бодрствуйте, потому що не знайте, в который час Господь вас придет, но це ви знаєте, що якщо б ви віддав хозяин дому, в какую стражу придет вор, то бодрствував би і не дал подкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, ібо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Кто ж верний і благоразумний раб, який господин його поставив над слугами своїми, щоб давати їм пищу вовремя, блажен тот раб, который господин його прийшов найдет, поступаючи так, істинно гуру вам, що над всеми іменем своїм поставити його. Якщо жера в тот бодися злов, скажет сердце своє, нескоро придет господин мій, і начнет бити товариша своїх, і єсть, і пить, і п'яніцями, то придет господин рабат той день, того день, который он не ожидает, і в час, который не думает, і розтечет його, і подвернет його христос одной участи з лицемерами, там буде плач і скрижать злову. Ми тут видим то же, що коли христос ходив по земле, він усил людям, людей, ученикам говорил, він говорит, і так бодрось не те, потому що не знаєте, в который шаг господ вас придет. Действительно, в відкріне ми читаємо «Сейду как тать». Пусть Бог поможет каждому, щоб ми дійсно навіть бодрось і то, він говорит, такий, він привел такий, можна сказати, пример, не притчу, але ви знаєте, що якщо бувидав хозяин дом, якось країна привіт, то бодрось бувидав і не знав підкопати домашню. Знаєте, коли Бог многим вже открывається і говорить, що він придет в таке время, коли люди дійсетно вже готовиться к этому встречу с Господом, вони, я навіть вже слухав багато такі свидетельства, що дійсетно Бог говорить людям. і люди дійсетно 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 для інтереса приходить или правда, що Бог їм відкрив, їм Бог сказав, коли він придет, заберет його. дійсетно дійсетно він відері дійсетно Бог дійсетно вір дійсетно і бодрстві ви, де зараз ви не знаєте, коли дійсетно Дійсетно Знаете, он действительно привел такой пример, что если вор пришел бы и сказал, я буду сегодня воровать твой дом, мы бодрствовали бы, не спали бы ночью, не охраняли бы, чтобы вор не зашел в дом наш. Так и говорит Господь, так и вы не знаете, потому что Бог, Он нелище приятен, у Его Слова да и аминь, Он сказал, Он и делал, это мы говорим, но не делаем, а Он делает, и Он говорит. Потому что ей дальше написано, напоминает нам, блажен тот раб, который Господин его пришлет, найдет, поступающий так, истину говорю вам, над всем именем своим поставить его. И Он дальше говорит, если же раб, тот будучи зол, скажет сердце в своем, не скоро придет Господин мой, и начнет быть товарищем своих, есть и пить пьяницами. То придет Господин Раббат, того день, который он не ожидает, и сейчас, который не думает, и растечет его, и подвергнет его в одной участи, с лицемерами, там будет плачет скрыть зуму. Здесь нам тоже слово очень ясно объясняет и говорит, чтобы мы всегда были готовы, тоже чтобы мы не думали, а, не знаем, может завтра придет, может послезавтра придет, может вообще не придет. А мы всегда должны быть готовы, в любое время. И он тут пример тоже нам говорит, он, этот раб говорит, а, скоро он не придет. И он начинает там пить пьяницами, гуляет, там далее и подобное. А тут внезапно пришел его час, пришел тот самый Бог, Отец за ним. Пусть Бог поможет, чтобы мы действительно всегда были на страже в сердцах наших и всегда бодрствовали. И также Лука напоминает нам тоже Слово Божие. Она говорится в 12 главе. И мы тоже будем молиться за наши нужды, за наши проблемы. Это 12 глава Лука, 39 стиха и ниже. Два стиха. Вы знаете, что если бы видал хозяин дома, который сейчас придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дома все у него. Будьте же и вы готовы, ибо который сейчас, не думайте, придет сын человеческий. Смотрите, здесь действительно только в Матвее так говорилось, а Лука уже основу объясняет и говорит. Но если бы мы знали мы, когда придет вор, я уже только говорил, что вы целую ночь стояли, охраняли бы свой дом, чтобы вор не пришел. И так говорит Господь Слово. Будьте же и вы готовы, ибо который сейчас, не думайте, придет сын человеческий. Мы всегда должны быть готовы, каждую любую минуту, каждую секунду. Особенно сейчас это такое время, что Господь говорит через Слово Откровения, через Пророку, что Бог придет на землю скоро. И Он сейчас будет забирать готовые и не готовые себе. Мы видим действительно, особенно за молодежь надо молиться, за наших. Потому что очень много молодежь попадает в аварию. Они на машине ездят большими скоростями, на мотоциклах. Но Бог говорит, Бог милый, да, Он милый, Он только терпит, Он охраняет нас, оберегает нас. Но придет время, Бог может руку свою забрать, охрану свою. Пусть Бог поможет, чтобы нам действительно всегда быть в наших сердцах, чтобы быть всегда готовыми, встречаясь с Господом. Потому что ты и я, мы не знаем, как и говорит Слово Божие, когда Господь придет. Пусть Бог благословит нас. Также последнее, что читает апостол Петр, нам тоже напоминает это послание, первое послание Петра. Он здесь говорит такие слова. Первое послание Петра, первой главы, 17 по 16 стих. «Почему, возлюбленные, припоявшись в тресло ума вашего, водоростуя, совершенно уповательно подавшись на благодать явления Иисуса Христа? Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними, похотями бывших неведений ваших. Но по примеру, призвавшего вас, святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Аминь». Слава Господу за все. Если у кого есть нужные проблемы, пожалуйста, говорите за это. Для этого мы собирались сегодня, чтобы нам молиться друг за друга. Говорите, нужные. Хочу поддякувать за все блага и милостя Господа. Хочу поддякувать всем братам и сестрам, кто молился за брата Василя. Он же сьогодні вернулся из Николаева. Дорога важкая была, но благословенная. Також у меня племянника, двоюродного, вбили на войне сина 23 лет. 15 числа вбили под вахмутом. Хай Бог устроит, чтобы могли перевезти тело сюда. Хай Господь спасе их души, потому что они верят. Хай все откроется им, спасе души живых и поможет перевезти тело померлого сюда. Ну и за мою семью, за мою родину, чтобы Господь спас, помиловал. За мир в мире, в нашей стране, чтобы остановилась война. Потому что сейчас очень сильные эти нападки фашистов на наш краю, на наш Киев, Житомир, наши северные области страдают, народ страдает. Хай Господь оберегает церковь свою, выбранишь свою. Хай будет его милість над нами. Слава, дякую Богу. Я так же дякую Господу за спасение. А еще дякую, что сегодня дощик нарешті пішов. У нас давно не было дощу. Городи потребуют вологи. Сегодня пішов дощик. Молиться, ну так же за мир. Потому что у нас каждой ночи тут сирени гудуть. Бо ворог почав на Захидную Украину кидать ракети. Тернопольская, Хмельницкая. Майже каждую ночь обстреливаются. Молиться, чтобы Бог нас тут зберег. И вообще, чтобы Господь послал мир и спокойствие в нашу страну. Молиться еще за моих внуков. Там, в Німечине. Нехай Бог их збережет от спокойствий европейских. Дякую. Хорошо, Бог молиться. Прошу помолитесь за здание церкви Бедвага. И благодарю за ваши молитвы, за дочечку, за меня. И прошу еще, чтобы продолжили за Люду молиться после химии. Чтобы у нее прошла эта тошнота. И чтобы Бог зрение сохранил ей. И за исцеление всех, кто болен. Кто болен, за всех молиться. Чтобы все были здоровы. И за мир на Украине. Сестра Оля. Подяка, велика Бог. За его милости, щедроти. Прошу помолиться за спасение детей. За примещение для нашей церкви. За мир в мире на Украине. Прошу помолиться за мою племянницу. Вона хвора, температура. И помолиться за моего брата. Чтобы живой, здоровый вернулся. Бо сегодня дзвонила, то стреляют без перестанку. У них там бомблять. Хай Бог, збережай его життя. Я тоже прошу, чтобы помолиться или молиться. Я не знаю, как правильно. У нас пожары тут сильные. Леса горят. Чтобы Господь дал дождь, чтобы пламя огня было погашено. Господь да поможет. А что, если такая температура большая? Да. До 30 градусов. И ветер. Ну, у нас тоже же нашли, что неделю будет тоже где-то 25-30 тоже будет доходить. У нас на 10 градусов больше в этом году. По сравнению с другими годами. На 10 градусов больше. Тогда должна температура 20 быть. А так за 30 аж. Пожалуйста, кто еще? Еще? Я хочу, чтобы помолились. Мне очень болит спина. Нехай Бог даст. Если у вас сестра вера, будем молиться. Как написано? По вере дано будет вам. Господа, благодарю и вас, друзья дорогие, за ваши молитвы. Еще прошу дальше вашей поддержки. За маму, за меня. Помолитесь, пожалуйста, за Адриана. Чтобы была душа спасена. Чтобы он выбрал эту дорогу спасения. Он уехал в Рошаву на лечение в клинику. И также помолитесь, пожалуйста, сестричка Ульяна. У нее рассеянный склероз, чтобы Господь ее исцелил. Ну и также за мое здесь благовестие, за мамина в России. Благодарим вас за молитвы. Хорошо, молитвы, пусть Бог сохранит каждого. Есть еще, кто желает говорить? Если больше нету, то я еще зачитаю благословение. И мы будем молиться и благодарить Господа за эту, можно сказать, неделю конец. Что нас Господь в Торнике четверг охранял, оберегал. Дал нам свет, дал нам интернет. И мы сегодня, и в Торнике сегодня слышали много. Вот, как Христос говорит слово с вами. Кто бодрствовал, тот и получил. Тому зашло. Уши открыты были, глаза открыты были. Потому что однажды Господь с нас всех спросит. И сказал Господь Моисея, говоря, скажи Ааронам и сынам его. Так благословляйте сынов Израилю, говоря им. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да прожрит на тебя Господь светлый солнцу и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя Мое на сынов Израилю, и я благословляю их. И так же пусть и вас всех Господь благословит. И я вас тоже всех благословляю во имя Иисуса Христа. На этом мы сегодня заканчиваем наши трансляции служения. Если Бог дальше жив и здоровый будет, то мы на следующем вторник снова встретимся. Это же самое время. Ну и если что-то поменяется или у кого-то не выходит, то пожалуйста пишите, чтобы мы знали, чтобы зря нам не звонить. Многие люди обижаются, что надоедаем звонками им. Вот пожалуйста всегда пишите здесь, что я вот как сестра Оксана написала, вот эта сестра Вера, она тоже в той раз сказала, что она не будет, то мы должны знать. Пусть Бог каждого благословит. А мы сейчас тоже будем молиться, включим все наши микрофоны и будем молиться. Ну слава за все. Аминь. Аминь. Аминь.